Скажите, пожалуйста, что вы вообще думаете об ипотеке? Нам кажется, что для нас это невозможный процесс. Те суммы, которые ежемесячно придется платить, это для нас просто невозможная сумма, неподъемная. В принципе, есть ощущение, что в Европе больше думают о людях, чем у нас. Если я понимаю, что я в течение 15 лет, выплачивая четверть от своей зарплаты, смогу позволить себе квартиру, вот это было бы, мне кажется, подъемным. Покупаешь квартиру и в ипотеку всю жизнь отдаешь за нее. Из того, что у меня сложилось, впечатление, я пока не готов. Но мое личное мнение, что это не очень надежная вещь. Ипотека незаменно нужная вещь. Главное, чтобы проценты были меньше. И первоначальный взнос, я так считаю. Вот я взяла и выплачиваю, но, к сожалению, я взяла в долларах, поэтому, когда курс растет, мне, конечно, невыгодно. Сложный, я получала его, наверное, лет 5. Если у тебя низкий доход, большинство молодежи низкий доход, то квартиру плачут нереально по ипотеке. Сначала арендовать и медленно-медленно на нее копиться. Но если я буду уверен, что в завтрашнем, ну, как бы, в своем дне, что я могу выплатить эту свою ипотеку, то да, я с ним не против. Иметь свое жилье для меня это будет самым настоящим счастьем. Чтобы купить квартиру, нужно копить 80 лет. Со средней зарплатой. Вы знаете, я вот сам квартиру снимаю. Вот. Мне сейчас это пока выгодно. Мне было бы гораздо интереснее, если я те же деньги платил за свою квартиру, естественно, ее взять в ипотеку. Меня абсолютно не пугает возможность платить, там, 20 лет за эту квартиру. Но знаю, что она будет моя, если ставки по кредитам не были бы такие сумасшедшие. То есть, плата по ипотечному кредиту была, по крайней мере, сопоставима, ну, более-менее, да, с платой за аренду жилья. Тогда это было бы интересно. А на настоящих условиях это очень не выгодно. Допустим, я непосредственно работаю в банке, поэтому я знаю, ну, может быть, не очень близко, но знакома с ипотекой. Я сама предлагаю людям приобрести ипотеку. Банк не дает людям ипотеку, получающим вместе 50 тысяч. Они говорят, нет, вы знаете, как бы, это рискованно для нас. У нас очень завышенные процентные ставки по сравнению с Европой или Америкой. Если в Америке под 3-5 процентов, да, где-то можно взять ипотеку, в принципе, как они живут там, то у нас переплата в среднем, если берет, считает, 3 миллиона в ипотеку, это минимум, да, то он переплачивает 3-3,5 миллиона. Мне кажется, со стороны банка, конечно, это выгодно для банка ипотека, но со стороны кредитующихся, мне кажется, что это абсурдно.